ребята всем привет доброе утро у нас сегодня такой радостный день потому что там наконец-то приехал диван и комод который мы заказывали в магазине хов в общем это мне посоветовали подписчики сказать что там дешевле там действительно дешевле но дорогая очень доставка вышла до нас но везут с москвы по моему компания пэк 6 800 я заплатила за доставку сказали что груз будет прямо с утра время 8 утра 20 минут 9 и машина приехала из-за этого денис взял на полдня увольнительную то есть не вышел на работу сейчас они вместе с водителем должны будут нам занести это все вот она газелька приехала видите так и там носит на шикар что-то много заносит вдвоем это диван скорее всего а там попросили назвать код в sms все лан большое спасибо фотографируйте какие претензии другу когда распаковывать деньги до до 100 рублей в общем вот диванчик наш пришел это место на форум комнату уже до конца обидать ехала дальше ничего это я потом протру тряпкой либо не пора у меня был а тут там о чем горел деревянность по идее но это понятно это можно было разгрузить его ходили по отдельности до госпиталь нет нет я имею вон горит форт гараж или не надо бегать сразу сейчас все равно буду разбирать ладно сейчас разберусь и посмотрим это покушаем все ладно как прям точно он сказал именно полдевятого подъеду и получилось что он сказал про ваш первый просто будет груз поедет развозить наверно еще не за ну что в принципе доставка нас устроила главное не были пунктуальны приехали прям вот во время когда сказали привезли быстро и качественно все было запаковано в коробках в пленке мне понравилось там кое-где коробка повредилась но ничего диваном не произошло и так как говорила заказывала приложение хофф диван у нас называется диван кровать парма стоил 12 тысяч 999 рублей и комод сноули 13 тысяч 999 рублей по моему сейчас со скидкой этот комод идет намного дешевле обидно когда так бывает когда ты покупаешь за полную сумму а потом бах и скидка вот но что хочу сказать про качество хоть это и недорого но качество вот дивана конкретно оставляет желать лучшего далее при распаковке будет видно что там даже ткани пожалели на подушках сзади не хватило ткани там пришита вообще какая-то мембрана я бы сказала и вообще сам диван очень хлипкий основание тоже сделано из не очень качественных материалов и и все покрытие приклеенным и все покрытие просто степлером в общем кое-как присобачена к основанию ну да ладно мы и не хотели дорогой диван сюда да и переживаю что 150 раз обосрет его и обосыт он будет знаешь какой красивый помыла я здесь полы вот сзади потому что сюда сейчас будет устанавливаться диван денис начинает его собирать в принципе в комплекте все было все нормально очень быстро собрали то в принципе собирать то нечего вот такой простенький серенький мы его взяли недорогой потому что этот диван потом все равно будет куда-либо убираться когда ребенок подрастет мы заменим ему на кровать а диван поставим ну возможно в комнату отдыха или куда-то в другое место почему мы так решили можно было многие писали можно было сразу сделать кровать кровати они все узкие но для детей которые предназначены они все узкие 80 сантиметров но метр где-то на данный момент мне нужно спать с ребенком на этой кровати и это слишком узкая кровать для меня с ребенком а получается вот этот диван когда раскладывается он по моему если я не ошибаюсь метр сорок поставить туда двухспальную кровать я не вижу смысла она займет пол комнаты и она там ни к чему абсолютно поэтому мы купили вот такой диванчик пока я буду с ребенком находиться в этой комнате мы так запланировали денис будет спать спальне а я с ребенком здесь но это не точно конечно же будет потом все видно возможно вообще мы все переедем в спальню или наоборот денис переедет сюда к нам в детскую пока мы делаем так тем более диванчик здесь не помешает здесь не на чем сидеть не на чем лежать даже когда у нас гости приезжают нам их некуда положить кроме как на диван в зале поэтому этот диван пусть будет такой дешевый и в общем то если даже ребенок на него где-то подписывает там пока кает не страшно потом мы заменим и купим ему полноценную детскую кроватку что касается комода комод кстати пришел довольно таки хороший качественный производство комода беларусь нам понравился у него полностью выдвигаются ящики он неплохо сделан обклеен в общем качество хороший даже денис когда собирал сказал что вот комод реально хороший а диванчик ну так себе за свою цену и прошлый раз вызывала эта информация много споров комментариях когда я сказала что буду спать отдельно от мужа вы знаете это все пока очень сугубо предварительно родится ребенок будет видно что кто с кем будет спать где будет спать вот пока мы сделали такую комнату как бы она вмещает дает возможность мне там прилечь если например я захочу покормить там ребенка также я могу поспать с ребенком на диване вообще конечно в идеале было бы чтобы ребенок спал своей кроватке но это все в идеале это уже наслышанное знаю что многие дети конечно спят с мамой или с родителями с двумя поэтому я не знаю как у нас дальше будет возможно мы здесь с денисом сюда переедем вдвоем будем спать все на этом диванчике а может быть ребенок переедет к нам в спальню в общем это будет видно в дальнейшем мы не загадываем по факту сейчас у нас получилось вот так диванчик такой серый ткань у него велюр такая приятная мягкая само основание дивана очень жесткая он жесткий но вы знаете мне такого и хотелось я вообще любитель спать на жестком слава богу что мы не взяли для своей кровати тоже мягкий матрас вот у нас две стороны жесткая и мягкая на мягкой вообще спать невозможно если выбираете берите лучше всего жесткое основанием на нем спать гораздо комфортнее и так у нас получилось далее мы будем украшать с вами стену буквально в следующем влоге такими красивыми детскими наклейками и детская уже получится больше похоже на детскую чем сейчас но пока у нас получилось вот так вот и вот теперь уже когда стоит диван уже все по местам мы расставляем с денисом расставим все как будет стоять прикрутиться комод к стенке конечно же чтобы он не упал и уже все можно будет его заполнять кроватку тоже уже ближайшее время я туда одену и матрасик и чехол и подушечки перестираю в общем все будет готово и только ждать малыша теперь буду мыть полы в прихожей и в детской когда тащили диван конечно же наследили грязно нужно помыть мою с помощью своей любимой швабры изиклин нова она моя неизменная помощница особенно сейчас на больших сроках беременности без нее вообще никуда любят я не рассказывала но как только она появляется в кадре очень много вопросов и и просьб дать ссылку еще раз расскажу и покажу я брала эту швабру на wildberries можно также на озон заказать и в комплектации у нее идет большое двухкамерное ведро на 12 литров и она имеет две секции первое для полоскания чистки швабры от грязи и 2 для отжима и конечно же есть в комплекте удобная ручка кстати ведро приходит большой белой коробке с пластиковой ручкой если хотите на подарок без проблем теперь о самой швабре она идет прямоугольной формы и к ней микрофибровая тряпка очень такая добротная толстая крепится она на основании швабры очень хорошо надежно мало того что у нее есть липучки еще по бокам есть небольшие защелки чтобы ничего не слетало и сидела крепко и надежно очень удобно что можно заказать отдельно запасные тряпки для швабры ну и удобно что телескопическая ручка ее можно регулировать под любой рост комплекте также есть скребок который чистит тряпку от волос и шерсти поближе вам покажу как легко можно регулировать длину ручки здесь есть вот такая защелка она открывается регулируется высота швабры чтобы вам было комфортно и легко убираться внизу ведра также имеется клапан для слива воды это очень удобно обратите внимание что крышку на ведро нужно надеть правильно чтобы надписи совпадали с отсеками на ведре потому что они отличаются друг от друга в отсек где написано вождь наливается вода а в отсек dry швабра отжимается этот отсек гораздо меньше по размеру и внизу у него есть такой прямоугольный барьерчик швабра просто супер мыть полы удобно она маневренная угол вращения у нее 360 градусов так что можно легко помыть под мебелью вокруг ножек помыть углы и другие труднодоступные местам тряпка микрофибры отлично собирает пыль грязь ворсинки не оставляет следов и разводов показываю вам на примере разлитого кофе что швабра не размазывает а именно собирает все впитывает в себя посмотрите как круто она собирает пыль волосы вот в ванной на кафеле это особенно заметно обычно здесь мою руками но вот иногда прохожу швабры посмотрите как здорово она собирает любая другая швабра она просто все это размажет и с первого взгляда кажется чисто но когда пол просыхает потом проводишь рукой и все и вся эта пыль и волосы они остаются на руке у меня был такой опыт а здесь швабра все собирает и также при плоскании швабры вот щеточка которая на ведре есть она все это тоже собирает и легко можно это убрать такие комочки шерсти получаются ну и конечно же радует то что при уборке руки остаются сухими и чистыми и еще ее удобно использовать для мытья стен и окон так что если хотите чтобы уборка была быстрой и комфортной присмотритесь ссылка на данную швабру будет в описании под видео а сейчас внимание бренд изи клин проводит акцию вы можете выиграть iphone macbook 50 годовых наборов бытовой химии и другие призы для этого купите ведро со швабры или любую другую продукцию бренда это пятновыводитель капсула или гель для стирки до конца ноября переходите по ссылке в описании регистрируйте чек и участвуйте в акции бабаяки не ходят на улицу те кто ветра боится они вообще дома сидят понимаешь хочет выйти только выйдет ветер дунет она за уголок забегает боится даже ветра стеж идем идем не бойся идем уходи выходи я же достаю тут вот и боялка стеж ну что мы освободили все свои покупки от картона сейчас приехали к мусорке денис выгрузят и нам на знаете такой произошел нехороший инцидент получается помните я вам показывала в этом влоге или в том влоге как пришла с вайлдберрис посылка подписчика и оказывается не все пришло они она еще заказала мне развивающий коврик такой для малыша теплый а он не пришел и в общем сейчас поедем на вайлдберрис и будем разбираться я даже не знаю как теперь доказать что я его не получила но может быть у них какие-то камеры есть сейчас посмотрим что и как будет точно знаю потом заедем парочку салатов потому что сама не хочу делать и сам то что ко мне девчонки придут будут готовить одни с нами поедет на монтаж да посмотрим ой ну вот вообще прям за секунду все отдали вот он коврик вообще без проблем подошла сказала а он как раз стоит провод за ней прям и денис гордовона коврик наверное этот я открыл показала награда и этот и все отдала даже ничего не спрашиваю ладно еще что иду в общем все коврик у нас набрали на 1600 нам выбили какие-то фишки в апельсине думала тут чуть-нибудь путевая тут смотрите 6 фишек и еще тысячу надо доплатить тебе дадут два контейнера да нафиг они мне нужны за 1000 рублей они так и стоят это думала можно на фишки обменять ну бесплатный сыр только мышеловки да все выкинем и все пришли мы наш парк погулять и решили погуляться а потом уже денис на работу поесть уже полдня прошло заехали записались на субботу поменять переобуться короче не поменять переобуться красивый такой памятник еще беретки положили прикольно сделано вот у нас потому что нету отдельно колес дисков нету пока поэтому приходится переобуваться 1400 стоит у нас переобуть эти шины диски не знаю как это правильно называется в общем вы поняли записались на субботу 9 утра потому что у нас все установилась уже минусовая устанавливается минусовая погода буквально вот через два дня будет минус 4 поэтому надо переобуваться уже с утра будет каток я ну я не знаю мы тут летом не бываем фонтан был интересный или нет ну и все сейчас прогуляемся денис на работу а я готовить ну это же веревочный парк чтобы нам не лазили просто так нет они-то понятно ведет его кто причем чтобы не залазил туда если залезешь чем-то разрушишь будешь платить поэтому видеосъемка запрещена видеосъемка не то что тебе снимают вроде все открыто что там не знаю я когда Иринка там лазили в веревочном парке я их снимала все было нормально ничего никто не купается в октябре в ноябре я уже вам говорила конечно но вот так у нас облагородили наш городской путь очень красиво сделали поставили скамейки там все залили для велосипедов скейтеров в общем поставили песочком обсыпали вот эту прибрежную зону как это назвать там детские всякие качельки карусельки здесь сколько детского поставили белочек завезли в лес вот классно конечно вообще вот этот мэр который пришел к власти в нашем городе он очень много для города делает сделал уже такого не было никогда у нас всю старую часть переделали красиво вот здесь здесь вообще вот раньше здесь был просто лес понимаете ничего не было ни скамеек ни урны ни вот этих фонарей не вот этого до настила просто был пруд кстати уточки пловут смотрите а сейчас как это насколько все выглядит красиво вообще конечно он молодец спасибо им большое он очень много для города делает вот и белки вниз говорит нету белок тут кормушки везде на деревьях висят он она полезна на дереве здесь конечно не увидите может быть удастся на муфе непонятно откуда привезли не знаю вконтакте где-то выкладывали что их откуда привезли с какого-то может даже с уфы привезли их в уфе в парках и белки я не вижу ее их надо приманивать вон она вещь приманивается к руке копает что-то и закапывает женщина ее приманивает она подходит уши что там ой-ой-ой-ой красивая да? холстатая такая да вон там беги а сколько интересно закустились вот сколько что? вон она идет идет смотри с руки даже берет офигеть не боится? ага ну что она есть на интересные орешки? вон дуб он ой закапала 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 она сытая сейчас готовит на зиму потом не знает снегом занесет она зима забирает с руки и бежит сразу закапывает такая смешная опять опять закапывает смотри что слезы как бы попк плывал у нас не видно пока такая ага все осталось без орехов ну где, говорит, маленький, да? все нету больше? пошла пошла девушка ушла с орехами не, на другой пошла сейчас то что закапнуло там дальше? ой, сколько у вас много откуда у вас столько? а если ее пожарить она вкусная? не знаю зачем тебе диких домашним продают не пузычок продают вот эти одни какие-то серые одни красивые селедине а эти, наверное, самки? селедине но эти две разные нет, эти две разные породы селедине красивые самки невзрачные в основном наоборот уже должно быть нет женщин должны быть красивые, а мужики так себе в природе чуть-чуть наоборот а он одна сидит почему-то на кочке она что, больная? а пытается что? смотрел все равно как поменялось раньше дикий народ был какой-то здесь сейчас вроде более-менее стал видишь и животные вроде не боятся больно да а что? гоняли, видать и голубей гоняли боялись ну это вы гоняли в своем детстве кто их такой что? доброе утро у нас уже следующее утро и пока мы вчера с девчонками сидели я вам говорила девчонки придут весь вечер просидели с ними Денис с нами только ну встретил их открыл нам вино штопором и ушел собирать комод и вот показываю вам как получилось вот такой комод у нас теперь он очень похож ну даже не похож а прям сделан практически под икеевский мальм у нас такие же тумбочки я думала долго какой комод сделать но все-таки решила повторить мальм точно такой же как у нас был в квартире потому что и тумбочки такие же и он мега удобный мне очень нравится что он вот такой вот длинный большой очень нравится что он с двумя отделениями еще мне очень понравился хэмнос комод тоже икеевский ну их сейчас икеевских уже нет просто под икею делают хэмнос тоже очень красивый но я подумала что все будет разниться тумбочки одни кому другой будет не очень смотреться вот а данный кому-то выпускают уже белоруссия как говорила качество понравилось Денис прям говорит удобно было собирать и знаете что мне очень сильно понравилось то что здесь выкатываются полностью ящики видите как это просто замечательно когда ящик вылазит полностью прям супер в общем довольно как слон а это то что вы видите вот это вот статуйка а там еще денежки лежат вон на краю это подарок девочек просто кто-то из них уже был у меня в гостях кто-то первый раз поэтому ну вообще я не знаю зачем не нужно было ничего тоже говорю зачем вы это подарили ну в общем они притащили мне подарки спасибо им большое я думаю куда ее поставить пока просто поставили сюда думаю это временно может так и будет здесь стоять в общем вот такой подарок девчонок посидели отлично насмеялись так что я думала рожу блин разошлись только в почти в девять девятом часу ну супер было все спасибо девочки в общем вот такая спальня и мы с вами обязательно сегодня либо завтра будем делать здесь организацию хранения я наконец-то перенесу все вещи и сложу в комод вот так и все все я